Вот примерно так выглядит работа дальнобойщиков в США. Мне уже дали следующий груз. Сейчас я жду пока меня разгрузит этот груз. Я поеду опять на почту. Вы уже это видели. Ваф прилетел. Жидкость замерзла, амывающая. Вот так ее ложим. И сейчас все должно получиться. Ребята, если вы хотите работать и зарабатывать так же, как я, я могу помочь вам устроиться в компанию, в которой я работаю. Для этого от вас нужно немного всего лишь быть на территории США, потому что компания не делает рабочие визы, не поможет вам уехать из той страны, где вы сейчас находитесь. И у вас должны быть действующие права CDL, права, позволяющие вам работать на больших траках. Напишите мне на почту, на мой email, он сейчас будет на экране и под видео в описании к этому ролику. Напишите мне в теме письма работы дальнобойщиком и в самом письме напишите немножечко о себе, какой у вас опыт. Если нет опыта, то тоже не страшно, работая на больших траках. И фотография вашего CDL. И я помогу вам связаться с компанией, там уже вы договоритесь о работе. Приезжаю самый огромный трекстап Айова 80 на 900 парковочных мест. Вот. Жалко, что ночью, не могу дрона запустить, показать. Следующий трик, когда сюда попаду, засниму. Раф полетел. Жидкость замерзла. Молодище здесь, конечно, жесть. Небраска. Видели, какой знак интересный? Интересно, что он означает? Типа в США не круто? Или в США запрещено ставить лайки? Думаю, нет. Вы можете поставить лайк на мое видео. Дальнобойщики из России меня часто спрашивают, а есть ли какие-то штрафные санкции, если ты опаздываешь с грузом, ты приезжаешь позже назначенного времени. Ребята, не знаю, за 5-6 недель работы здесь у меня не было такого, чтобы я опаздывал с грузом. И логистика в Америке так выстроена, что ты приезжаешь всегда вовремя. То есть тебе не нужно по 20 часов ехать за рулем, не спать, там, ну, таких глупостей. Крутить логбук или еще что-то. Ну, по крайней мере, в этой компании мне не нужно выходить из кожи вон, вылезать, чтобы приехать. Я приезжаю всегда вовремя. Но часто, когда мы едем с Веста на Ист, то есть с запада на восток грузы, когда у нас, то их дают даже с запасом буквально почти в целый день. И когда есть такое время, запас в один день, это бывает раз в неделю, мы заезжаем, ну, я, еще там пару ребят с моей работой, мы заезжаем в качалочку, да, немножечко размять кости, потренироваться. Вот она сзади меня, это Планета Фитнес, абонемент 24 доллара. И я могу посещать любую Планету Фитнес на всей территории Соединенных Штатов и Австралии. Вот. Могу ходить заниматься. Удается мне это раз в неделю, в основном из-за того, что я ленюсь. И я думаю, что в России дальнобойщики тоже ходят в спортзал не чаще, чем один раз в неделю. По крайней мере, я себя так успокаиваю и оправдываю свою лень. Так как тренировки у меня раз в неделю, соответственно, я делаю фулл-бадди. То есть я делаю ноги, спину, грудь, руки. Всего по чуть-чуть, чтобы немножечко какой-то тонус набрать и размяться за всю неделю. Вообще, мне Планета Фитнеса не очень нравится как зал. Они все абсолютно одинаковые. Но здесь нету свободных весов. То есть только тренажеры Смита. То есть не поприседать, не пожать. Только вот в таких штуках. Когда штанга по полозьям ездит, мне это не нравится. Я привык со свободным весом работать. В этих залах очень много эллипсов, велотренажеров, беговых дорожек. Но я этим никогда сам не занимаюсь, никогда это не делаю после траты времени. После ног я думаю позаниматься, сделать на спину. А на спину нет ничего лучше, чем подтягивания, как и на бицепс. Бицепс растет только от подтягивания. Упражнение противное, тяжелое. Я его не люблю. Но он заставляет себя делать, чтобы спина и руки были в форме. Здесь вот такой есть специальный зал для функциональных тренировок, для кроссфит. Здесь, собственно, можно поподтягиваться. Подтягиваться можно тремя видами. Это классическое такое. Можно обратный хват и параллельный. То есть вот так. Я делаю один раз так, один раз так и один раз в классе. Понятно, что тренируюсь раз в неделю. Я не ставлю себе каких-то задач, сверхпланов, каких-то результатов достичь. Просто размять косточки. В ступеньке даже есть какие-то. Это мужская раздевалка. Здесь венщики. Здесь. Здесь туалеты. Умывальники, зеркала. И душевые. Несколько душевых. А это раздевалки, чтобы переодеться и пойти в душ. Ставить вещи. Такие вот. Такой вот спортзал. Они все абсолютно одинаковые. В любом городе. В любой точке Соединенных Штатов. Там есть фены посушить волосы. Можно взвеситься. Вот такой вот самый дешевый и простой спортзал американский. Который может позволить себе каждый. Есть даже бесплатная водичка. Можно попить или набрать бутылочку. Она, конечно, не такая вкусная, как покупная. Но, тем не менее, бесплатная есть. Для владельцев Black Card. А именно такими мы являемся. Black Card за 24 бакса в месяц. А здесь есть такая дополнительная комната. Это вот можно здесь сидеть, посмотреть телик. Что тут еще есть для VIP клиентов? Так, это солярий, да? Нет. Что это такое? Это массажные кресла какие-то специальные. Можно программировать, массаж делать, но это никогда не пользовался. Здесь что у нас? Какая-то тоже массажная тема. А вот это платная уже. Так, и вот эти вот комнаты. Это, получается, солярий вертикальный. Тут уже загорает. Солярий вертикальный. И горизонтальный были. Ну, не знаю, может, там люди. Не будем заходить. Заезжаю в штат Иллинойс. А правильно говорить, Иллиной. И впереди по курсу будет Чикаго. Речка, смотрите, какая большая. Вот. Чикаго тоже, на самом деле, правильно говорить. Чикаго. Это не американское слово. Это слово индейское происхождение имеет. Там раньше были индейские племена. И вот оттуда такое название. Потом у меня будет Огайо. Я, точнее, Диана. Огайо. Чуть-чуть в Пенсильвании. Прям краешком проеду. И потом длинный-длинный штат в Нью-Йорк. Сейчас будет у нас рисовая вейт-стейшн. Смотрите, как навигатор интересно показывает съезды в Чикаго. Чтобы точно не ошибиться. И уехать на другой. Удобный навигатор. Я в штате Нью-Йорк. Город Новый Берлин. Приехал на разгрузку. Уже зачекинился. Получил дверь. Машинка стоит. Вот. И этот заводик, куда я приехал, кстати, он построен, как если верят надписи, 1920 год. Немножко напоминает Советский Союз. Где на зданиях тоже писали, какого года эта постройка. Сам городок, на самом деле, в шести километрах от этого заводика находится. Я приехал сюда ночью. Поспал. Поставил трак. Здесь специальная парковка есть для траков, ожидающих двери. И там можно и спать всю ночь. Вот я поспал. С утра сейчас разгружаюсь. Рафаэль приехал под утро. Сразу получил дверь. Разгрузился. И сейчас на той же парковке спит. Я не стал его будить. И отсюда, наверное, наши дороги дальше разойдутся. Получим разные грузы и поедем кто куда. Меня разгрузили и я сразу получил новый груз. Выезжаю отсюда. До груза ехать где-то 34 мили. Прямо рядышком. Совсем повезу пиво в штат Иллиной. Буквально сегодня загрузка, завтра разгрузка. Груз такой коротенький на один день. 2,200 за него платят. И это последний груз на этой неделе. У меня получается 3 груза было за неделю. Груз 15100 долларов. И моих 4,530. Никак я не дойду до 5000 долларов в неделю. Все никак не преодолею эту отметку. Но ничего страшного. В январе у меня как бы был хороший груз. Но был стартовый процент низкий. Сейчас в феврале у меня максимальные 30% от груза. Но груза потупали. Но думаю в марте мы эту отметочку преодолеем. Еду по такой вот деревенской дороге. Она конечно точь в точь как в России федеральная трасса. Но какая федерация такие трассы? В Америке это всего лишь дорожка между деревнями. Хорошее, качественное покрытие. Вот смотрите поселочки. Здесь вот такие деревенские домики. Симпатично очень. Штат Нью-Йорк. Недалеко от Канады. От границы с Канадой. Но тут живут в основном фермеры. Занимаются сельским хозяйством. А вот домик похож на русский. Потому что крыша такая. Смотрите какой интересный дорожный знак. На снегоходах здесь гоняют. Зимой наверное. Когда снег лежит. И вот еще один дорожный знак. Тоже интересный. Ружевая полоска. Наверное здесь. Ну сельская местность. И наверняка. А на лошадях что-то в полоске тоже возят. Может быть раньше возили. Знаки остались. Может быть сейчас так же. Практикуется такое. Заборов нет ни у кого в деревне. А вот этот знак пожарная машина. Симпатичный конечно, да? Тут обычные домики. Гаражи есть. У всех. А это дом какого-то зажиточного фермера. Большого. Вот еще интересный дорожный знак. Остановка школьного автобуса. То есть вот эти дома расположены вдоль дороги. Фермерские дома. И вот каждое утро школьный автобус собирает сельских детей в школу. Вот так вот в принципе устроена сельская местность США. Все по уму, как говорится здесь. Все для людей. Интересно все это, конечно же. Приехал я на пивзавод. Идем на чекин. Вот смотрите, кеги пивные. Помню еще как барменом работал в пивном ресторане. И вот здесь ресивинг офис. Такая парковочка. Сейчас зачекинемся. Получим дверь. Загрузимся и поедем в Чикаго. Вот я лошара, конечно. Пошел в офис ресивинг. А ресивинг это получение. А мне нужен шиппинг, отправление. Я же приехал загружаться. А у них оказывается они в разных зданиях получается почему-то. Обычно везде в одном здании с шиппингом и ресивингом. А, я вообще ничего не понимаю. Я даже приехал не на то фасилити. Они мне сказали, что это тоже наша компания. Только находится склад в другой части города. Дали мне адрес. Сейчас поеду туда. Какая-то странная загрузка получается. Вот это второе место, куда я приехал. Большая парковка. Выглядит как какой-то торговый центр, магазины. Не знаю. Осталось найти, где у них шиппинг офис. Кому мне показать свой заказ. Наверное, вон там. Поехали. Дядька такой приятный разговорчивый, говорит, вон та вторая дверь средняя. И сказал мне хорошую новость. Мне не нужен рифер, поэтому я поеду в тишине. Так-то гораздо лучше. Все, меня загрузили. Получил бумаги. Вот мне дали пломбу. Сил называется в Америке. Так, сразу тандемчики. Надо будет подвинуть туда. Вот оно пиво у нас. Загрузили. О, оно такое баночное. Да, сильно загрузили. Сейчас поеду на весовую. Я думал, кеги будут, а эта баночная уже готовая. Сейчас поеду на весовую. Взвешусь, чтобы не было перегруза. Опа. И помчимся. Приехал я на разгрузку. Это один из пригородов Чикаго. Вот здесь находится, называется, вверхаус или склад по-русски. Он огромный. Он туда далеко уходит. Сейчас идем на чекин. Нам дадут дверь. Будем разгружаться. Здесь прямо на складе сегодня что-то тишина. Никто не работает. Выходной может быть. И вон там в окошечке чекин драйвер. Нам нужно открыть дверь. Сделать слайд тандемов. Открываем дверь. И нужно сломать сил. Вот так ломается сил. Тандемы не хотят сладиться на этом трейлере. Перегруза у меня нету. Но буду использовать такую штуку. Вот так и ложим. И сейчас все должно получиться. Точнее 100% получится, потому что я уж так делал. Ну вот. Я же говорил, получится. Куда он делся? Куда он потерялся? А, вон. Наехал на него колесом. Надо срочно отъехать. Пиво доставлено. Точнее, это пивные напитки. Вот эта штука называется в Америке чок-де-вил. Или просто чоки называют. Кто как в России. По-моему, башмак называется это. Противооткатный. Специальное окошечко здесь. Где лежат всякие штуки. Необходимые для машины. Это у нас амувашка, цепи. Провод дополнительный. А вот тут кровать. Вот даже есть инструкция, видите. Для этого верхауса. Для этого склада. Сломайте сил сзади трейлера. Пожалуйста, удостоверьтесь, что тандемы передвинуты назад до конца на трейлере. И, пожалуйста, убедитесь, что вот этот вот чок-де-вил, что откатный башмак стоит под колесом. Как вы видите, я в основном не заезжаю в города, потому что траком не везде можно заехать. И не могу показать вам красоту всю Америке. Я в основном езжу по пригородам, по окраинам, где находятся заводы, вот такие склады, как этот. И красоту не могу показать Америке, но могу показать вам всю промышленную мощь, производственную, торговую мощь Америки. Это я показать вам могу. Вот примерно так выглядит работа дальнобойщиков в США. Мне уже дали следующий груз. Сейчас я жду, пока меня разгрузит этот груз. Я поеду опять на почту, вы уже это видели, сброшу пустой прицеп, поставлю загруженный. И поеду опять в Солт-Лейк-Сити. И у меня начинается, сегодня-завтра начинается третья, последняя неделя моего рейса. И потом я поеду на 10 дней на выходные домой. Буду опять жить, как король, наслаждаться жизнью, тратить заработанные деньги. Вам, ребят, большое спасибо за просмотр. Спасибо, что подписываетесь, ставите лайки, комментируете. И увидимся в следующих роликах. А следующий ролик наверняка будет уже у меня как раз про налоги. Я заплатил налоги и готов вам детально все об этом рассказать. Налоги в Америке. Следующий ролик.